Обладатель музыкальной премии «Шансон года-2022», основатель интернет-проектов «Народный махор», «Народный хит», «Квартирник онлайн» давно не покидал пределы Российской Федерации, но сейчас он за ее пределами. Вас приветствует Stars Exclusive и сегодня мы расскажем о том, чем занимался Ярослав Сумишевский в жарком Израиле в последние июльские деньки. У Сумишевского было запланировано четыре крупных сольных концертов в Израиле, которые продлились до 31 июля. Сказать о том, что Ярослав произвел фурор среди местной публики, значит не сказать ничего, это и так понятно по тысячам восторженных комментариев от поклонников из Израиля, которые побывали на гастролях любимого музыканта. Для большинства израильских любителей шансона Ярослав Сумишевский в представлении не нуждается, широкую популярность он приобрел благодаря участию в телешоу «Три аккорда», а в начале карьеры заметным он себя сделал благодаря YouTube. Его ролики с песнями «Любимая женщина» и «Выйду ночью в поле с конем» и другие быстро снискали любовь зрителей. Его песни ждут, его ролики набирают миллионы просмотров, его творческие проекты пользуются особой популярностью у уже известных и пока не очень музыкантов, его выпусков ждут, ими делятся, благодаря им открывают новые имена и продолжают очаровываться талантом Сумишевского. К всенародной любви и признанию Шансонье пробирался нестандартной дорогой, казалось бы, у него было все для стремительного старта музыкальной карьеры, приятный и словно врезающийся в память тембр голоса, профессионализм, искренность общения со зрителем, обаяние и открытость. Тем не менее, ушли годы на то, чтобы публика заметила, оценила и полюбила Сумишевского. Причем Ярославу удалось ворваться в шоу-бизнес и завладеть вниманием публики без особых инвестиций и поддержки со стороны радиостанций и музыкальных телеканалов. За 10 лет творчества Сумишевский создал 5 номерных альбомов, каждый из которых подарил множество хитов слушателю. Теперь лучшие из лучших треков объединены в концертную программу «С чистого листа», которую Ярослав и представил в конце июля израильским меломанам в сопровождении музыкантов группы Mahor Band. Израильские выступления Ярослава Сумишевского завершены, и теперь он возвращается домой. Субтитры создавал DimaTorzok